доброе утро друзья и пока пока да ну что денёсик пролетел сразу два дела хочу сделать сразу алёшика проводить на станцию раненбург хотя бы до полпути а сама повернул на улицу 8 марта и и пойду стоматологию наконец-то я добралась до своего зуба но опять же не по моей вине я туда уже ходила несколько раз нужно было делать рентген рентгеновых ушел на больничный где-то на дней 10 вот эти 10 дней прошли вчера или на днях нет позавчера позвонила узнала что вышел наконец-то наконец-то рентгенолог записалась к врачу не знаю врач кузнецова может быть вы мне подскажете хороший врач или так себе языковой вы мне там советовали запись на неделю уже вперед ну в общем решила я не ждать попробую не понравится поменяю врача здесь запись идет по телефону с двух часов дня 2 дня туда звонила потому что в один день позвонила в 12 сказали запись двух ну естественно в этот день я забыла что мне нужно позвонить очнулась уже 6 часов вечера в общем пришлось ждать следующий день с одной стороны удобно с другой стороны надо помнить напоминалку себе ставить что нужно позвонить вот у нас похолодало ну что октябрь конечно октябрь да спасибо вам за комментарии по поводу чеснока в общем я почитала ваши комментарии сделал вывод что звонить ой сажать буду туда дальше может быть в конце октября может быть даже в ноябре у нас тепло я боюсь что он просто взойдет у меня на новый год и придется собирать зимой урожай я по него и я поняла что лучше посажу позже чтобы он и в стрелы не пошел в том году я сажала 3 или 4 декабря но это было конечно было конечно исключение все вы помните мою борьбу с чистотелом мы только переехали 16 октября я начала чистить огород от сорняков и не до чеснока было вот и чеснок был хороший вот в декабре я его сажала в этом году тоже посажу позже обратите внимание какие у нас красивые домики по улице и вообще город чистый город живой недалеко от моего дома буквально в трех минутах ходьбы теперь открывается магазин пятерочка открытие завтра ну вообще все в шоколаде ну вот мы практически дошли до прощального места дали да мне сейчас налево тебе прямо вот сейчас перейдем дорогу ну давай давай все через неделю до через неделю опять лёшик приедет перейти улицу лёшик пойдет вперед а я а я налево и покажу вам как раз там эту улицу и саму поликлинику и и двор все лёшик пока пока все друзья иду в поликлинику слава богу нет дождя мне еще нужно у меня запись на 10 часов мне нужно быстренько сделать рентген зуба а то может быть и не придется его вообще ремонтировать потому что может быть там нет смысла надо посмотреть на корень ой ну посмотрите какой домик красивая смотрите какие статуи то не знаю так душевно здесь в этом городе так люди стараются ну даже какие-то мелкие цветочки ну растут стараются облагородить свои дома следят за придворовой территории ну вот сейчас вам покажу вот пожалуйста смотрите такой палисадник чека бэкхаусом отделан дом розы чистота видно что люди любят свой дом и любят свой город но казалось бы зачем в палисаднике там и вот посмотрите какие красивые вы мне говорили что это но я конечно же уже не помню как называются эти цветы вот и вдоль всего тротуара вот идут вот эти вот цветочки в общем мне нравится сразу хочу ответить на один комментарий я так поняла мне прислала его москвичка и дословно не помню вот еще один дом смотрите смотрите какая красота но смысл в том лена как вы смогли поменять москву на эту тьму таракань да еще столько работы восстанавливать и восстанавливать не сиделось ли вам на попе ровно в московской квартире на всем готовом на без работе так скажем в доме лишний без усилий в таком комфорте друзья не знаю может быть что то у меня произошло в жизни какие-то переосмысление ценностей наверное так мне не хочется сидеть мне хочется двигаться тем более я человек творческий и мне хочется делать все своими руками понимаете я очень даже рада где-то что в этом доме многое не было сделано лучше знаете заново делать чем переделывать ну те же самые откосы на окнах тоже самая пристройка которая не была облицована зато какая сейчас красота и потом москва это суета москва это скорость я прожила там 23 года я очень скучаю за москвичами за парками многие ругают москвичей а я считаю что это очень хороший отзывчивый добрый народ понимаете те которые говорят плохо о москвичах это не москвичи друзья москвичей на самом деле очень мало осталось коренных москвичей конечно в семье не без урода но я скучаю по вас москвичи вот и мне хотелось свой дом мне хотелось землю мне хотелось на ней что-то выращивать и кушать и экологически чистую пищу и радоваться тишине радоваться потому что ты можешь выйти в свой собственный двор чашечкой кофе или посидеть у костра вечером без людей так скажем вот посмотрите какой там я вам специально показывала вот посмотрите какой маленький какой аккуратненький домик а вот большой тоже очень красивый это вот как раз улица 8 марта тихая ухоженная вот здесь детский сад я тоже там снимала но видео не вышло в эфир начала грузить и свет выключили где-то на час на два естественно у меня компьютер сел но потом как-то то что было видео стало не актуальным и я не сняла это ну вы не увидели этот детский сад вот а вот мы уже пришли и стоматологии наверное без десяти сейчас быстренько сделаю рентген и пойду к врачу меня поражает чистота в этом городе убирают да ну наверное и мало мусорят как говорят чисто не там где убирают а там где не мусорят здесь народ любит свой город ой какой я клумбу увидела друзья не могу вам не показать скажите мне что это за красота такая осенняя а не буду переключаться сейчас вот и вам вы посмотрите на это чудо а ну не чудо ли какая же красота просто класс вот это двор стоматологии уже деревья желтые вот сейчас я вам так покажу медленно здесь кусты можжевельника вот это вот клумбочка и просто идеальная чистота машины стоят вот можжевельника кусты здесь туи растут сейчас я вам покажу вот ну и стоматология сама цивильная там темно не буду уже там включаться но поверьте мне стоматология хорошая вот сделала я наконец-то полис переделала московский на чиплыгинский но там как-то выдают временно на полтора месяца вот до 22 ноября будет действовать у меня этот полис а потом я пойду и переделаю на постоянное ой ну посмотрите как какая листва опала настоящая золотая осень как же красиво душа радуется душа поет друзья не знаю я счастлива я очень рада нашему переезду очень дочечка рядом через какое-то время и лёшек будет рядом все хорошо все захожу в стоматологию вот это вот детский сад сейчас я вам так из-за забора покажу вот вот видите там дворник убирает хороший детсад большой чистый ну а я иду все пока отключусь может быть вам потом еще поснимаю что-то в общем до включения ну что друзья иду я из стоматологии иду счастливая очень понравилось мне врач напомню что была я у кузнецовой надо будет узнать как как эту этого врача зовут вот рентгенолог появилась новая девушка там был парень не знаю что случилось может быть уволился или еще что и сейчас новая девушка там сделала снимок пошла к врачу также мне нравится вот этот домик вот такая внимательная такая хорошая у нее уже несколько планов на пузу говорит если так не получится сделаем по-другому тогда будем восстанавливать но зуб надо восстановить а там от зуба одна стеночка друзья осталась ну в общем поставила она мне его хорошо почистила поставила пломбу временную и вот до понедельника говорит походите так как он тебя поведет ваш зубик потом придете красота какая же красота мухи летают придете поставим постоянную может быть штифт будут ставить вот но меня знаете что поразило говорит болеть не должен но если вдруг заболит я вам дам нашу ковырялку той которой они чистят нам зубы нервы удаляют иголочку такую с мелкой резьбой вот вы вдруг это ночью случится все и оттуда этой иголочкой сковырните эту пломбу и сразу боль пройдет друзья я так ну прям не знаю меня поразила поразила вот эта внимательность все это бесплатно безоплатно можно там делать и платные услуги есть но поверьте это на порядок дешевле чем в москве зуб получается не более двух тысяч не более там тысячи семьсот рублей ну в зависимости конечно от сложности а вот и я счастливая иду домой а я когда полис ходила переделывать друзья я же переделала полис московский кстати спасибо вам что вы подсказали куда идти но еще мне повезло в прошлый раз когда я была в стоматологии я в регистратуре узнавала куда же мне обращаться и в регистратуре даже не знали куда а сидели две дамы к рентгенологу и подсказали мне куда идти короче это по центральной улице вот в сторону троицкого собора это я говорю для местных может быть кто то не знает может быть потеряли полис или еще что то вот и за пятерочкой та которая на стороне колхозного рынка нужно немножко пройти влево там двухэтажное здание и там делают эти полиса вот мне выдали пока временной до 22 ноября а потом просто его сменят на постоянные ой какая же красота посмотрите какое голубое небо вот до стоматологии мне ровно 10 минут пешком ой полюбуюсь нашим домиком вот видите крыша все с ней нормально ничего не ржавеет конечно это еще рано говорить только в мае мы ее перекрасили но красил Лешек на славу все зачищал сначала грунтовал сначала вообще этим преобразователем ржавчины потом грунтовка потом резиновая краска вот в общем пришла я домой сейчас здесь я стала закрывать калитку потому что иногда приходят и стучат в окна это очень пугает друзья может быть здесь так принято я не знаю но для меня это немножко шоково как-то вот чтобы так прийти и стучать в окно поэтому я сейчас закрываю здесь вот сделал петельки закрываю калитку на замок здесь мы повесили беспроводной звонок вот он работает у меня там звонит так что соседи если будете приходить в гости не стучите в окно хотя сейчас если только через забор этот перепрыгнуть а так вообще у нас есть звоночек вот вот я и дома друзья сходила плодотворно да сейчас вам покажу кстати тем кто мне писал что укрытие земли картоном там ничего не даст вот друзья я вам показываю был сильный ветер и картон ну посносило вот посмотрите вот где был картон там уже чистенькая земелька а это вот щели между картоном вот здесь растет целина вот этот горб это видимо вот здесь у нас септик кстати септик я ни разу не чистила и наверное не буду чистить уходит вода сама собой у нас дом на пригорке и туда уклон и вот она просто впитывается в землю ну а все остальное съедят бактерии Леша купит бактерии специальные для септика и все и вода просто будет уходить стоит один раз откачать вот этой машиной которая выкачивает септики да вот у нас часто я вижу вот эти соседи да и там вниз по улице я часто вижу что вызывают вот эту машину которая откачивает выгребную яму я даже не знаю сколько это стоит правда не знаю но продавец нашего дома нам сказала что если раз откачаете будете откачивать все время так что я не откачивала ни разу и надеюсь постараемся так чтобы не откачивать ладно это я отвлеклась вот посмотрите здесь ветер ураганный ветер был сорвал этот картон посмотрите какая чистая земля представляете мне весной просто здесь вскопать убрать эти камни которыми я этот картон укрывала сверху чтобы не слетал но согласитесь это же меньше работы теперь чем вот эту целину мне было бы чистить здесь такой приличный палисадник у нас ну наверное наверное сотка вот сосед пришел здрасте так что весной еще вот здесь предстоит работа все это очищу плиточка уберется я думаю у Лешика будет отпуск будем заниматься укладкой плитки разбором старого сарая вот и здесь конечно же я буду сажать либо цветочки а вообще мне хочется здесь посадить яблоньку две яблоньки хочу посадить белый налив как можно дальше от окон дома потому что сейчас вот видите какая солнечная сторона мне так нравится когда много цвета в доме поэтому как то я еще два два мнения борется во мне либо сажать здесь деревья либо не сажать а может быть засадить все цветами с другой стороны за цветами тоже уход нужен и здесь цветы и вот в зоне отдыха цветы я не знаю как я буду за этим всем ухаживать вот но здесь много земли здесь наверное как бы не сотка у нас вот только в палисаднике вот сейчас буду заходить домой конечно работы еще много вот здесь мы будем тоже все расчищать здесь будет такой крытый навес из поликарбоната и это место будет парковочное место для машины ой ну все бабье лето продолжается голубое 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 небо сегодня выйду может быть в огороде что-то поделаю но чеснок все-таки буду сажать позже вот такой наш домик давайте покажу как смотрится сейчас наш двор дом когда заходишь ну красота красивая хризантемки цветут класс вчера нашла старую эту кастрюлю вымою ее и засолю в ней оставшиеся помидорки которые еще ведро наверное будет черешенка наша все-таки не пропала хорошо что я увидела этих муравьевы вовремя их потравила стали жрать видимо корень видите здесь были вот ветки и она стала сохнуть если бы я не увидела все бы они сожрали а это вот старый шифер лежит от сарая друзья не рассказывала я вам как Лешик чуть не отравился от этого шифера когда снимал шифер видимо там вот этот асбест вообще вот этот шифер сейчас не выпускают это запрещенное производство оно очень вредное для человека и это была жара очень жарко было когда Лешик разбирал вот эту старую крышу так что будьте осторожны только в маске снимать вот этот старый шифер у него поднялась температура и он целый день просто провалялся в кровати и следующий день конечно же была слабость высокая температура то есть мы сначала подумали что это отравление но поноса не было и кушали мы с ним все одинаковое у меня все хорошо а он заболел а потом мы прочитали в интернете что это может быть отравление вот от старого старого шифера так что друзья будьте осторожны пока этот шифер я не выбрасываю может быть его потом побьем и сделаем засыпем в отмостку когда будем делать отмостку в доме а может быть отмостку будем делать вообще по хитрому способу без щебня без заливки но об этом я расскажу конечно же позже если все это будет воплощаться в жизнь существует отмостка без щебня кому интересно посмотрите это много есть видео на ютубе все друзья захожу в дом и буду заниматься делами надо будет и тачку убрать в сарай может быть картошку сегодня переберу кстати чуть не забыла хочу вам показать друзья спасибо вам за совет от проволочника сейчас открою лёшик купил доломитовую муку вот она леруа мельне вот известняковая доломитовая мука я ее буду сыпать если удастся мне вскопать огород говорят вот эта мука очень хорошо помогает от проволочника так что кто не знает не знает имейте это в виду ну а о результате я конечно же вам расскажу в следующем сезоне все мои хорошие на этой ноте я буду с вами прощаться видео каждый день держит пока свою марку я вас всех обнимаю всех люблю и до скорых встреч с вами была Елена Ситникова пока пока